Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух, братья и сёстры, друзья. Почему Бог достоин поклонения? Чтобы понять ответ на этот вопрос, для начала мы должны понять, что такое поклонение. Ведь иной раз люди не осознают истинного значения этого слова. Люди думают, что это понятие ограничено обрядами поклонения. Например, раз в неделю сходить в мечеть. Но поклонение, особенно в исламском понимании, это понятие куда более глубокое и широкое. Что оно в себя включает? Во-первых, познать Бога. Познать Аллаха. Второе, любить Бога. Третье, подчиняться Богу. И это включает в себя быть смиренным перед Ним. И четвертое, это объединить все внутренние и внешние виды поклонения одному лишь Создателю. Внутренние виды поклонения – это любовь, упование, благодарность Богу. А внешние – это молитва, намаз, садака, милостыня. У этих внешних обрядов есть и внутренняя сторона тоже. Например, правильное намерение сделать это дело только ради Аллаха. Поклонение – глубокое понятие. Познать Бога, любить Бога, подчиняться Ему. И все виды поклонения, как внешние, так и внутренние, совершать только ради единого Бога. Но перед тем, как я расскажу, почему Бог достоин поклонения, я хочу, чтобы вы понимали. Вы поклоняетесь чему-то в любом случае. Человек не может не поклоняться, как сказал Мартин Линк. Человек не может не поклоняться. Вы же уже поняли определение поклонения, которое я только что объяснил? Вдумайтесь. В вашей жизни есть что-то, пусть даже мимолетное, что вы знаете лучше всего? Есть ли в вашей жизни то, что вы любите больше всего? Есть ли в вашей жизни то, чему вы привержены, подчинены больше всего? Что уважаете больше всего? Есть ли в вашей жизни то, к чему вы испытываете высшую благодарность? Если вы на все это сказали «да», на все эти пункты, то вы уже чему-то поклоняетесь. Аллах говорит в Коране, я перефразирую, сура толпы, аят 29. Аллах говорит, рассмотрим ситуацию двух людей. Один человек – раб нескольких несговорчивых партнеров, а другой человек – раб одного человека. Чье положение лучше? Конечно же, того, кто раб у одного хозяина. Поэтому очень важно понимать, учитывая определение поклонения, что мы в любом случае в состоянии поклонения. Даже если ты атеист, не веришь в Бога. Смысл в том, что всегда есть то, о чем ты больше всего знаешь. Всегда в твоей жизни есть то, что ты любишь больше всего, чему ты подчиняешься больше всего, что тобой движет больше всего. У тебя всегда есть то, что ты ставишь выше всего, чему ты испытываешь высшую благодарность. Вот это и есть твой объект поклонения. Как сказал Мартин Линк, человек не может не поклоняться. И в Коране Аллах задает вопрос. Кому ты поклоняешься? Кому? И вот это очень важно. Давайте продолжим. Почему поклонение достоин только Аллах, Бог? Мы с вами только что выяснили, что вы в любом случае чему-то поклоняетесь. И теперь ваша задача, как поклоняющегося существа, начать поклоняться тому, кто действительно этого достоин. Объясню, почему только Аллах достоин поклонения, только Бог. Причин много. Многие причины я рассказываю в своей книге. Но сейчас расскажу три. Три главные причины. Первая. Бог, Аллах достоин поклонения по факту того, кто Он есть. Он сам рассказал, каков Он. Рассказал о своих божественных именах и качествах. Кто ваш любимый поэт? Любимый певец? Любимый футболист? Любимый боец? Любимый рестлер? Вообще, какой-нибудь любимый спортсмен? Подумайте о нем. О том, чего он достиг? За что его цените? Как вы на это ответите? Вот ты видишь, как любимый футболист забивает гол. Что ты делаешь? Конечно. Восхищаешься им? Да, круто! Или хороший писатель? Поэму какую-нибудь читаешь? Хорошо написанную? Например, Икбаль сказал, один земной поклон Богу, который ты считаешь трудным, освобождает от тысячи поклонов кому-то кроме Бога. На сильных эмоциях ты хочешь восхвалить это. За качество автора, за его мастерство. Когда игрок гол забивает, ты его хвалишь за его спортивные навыки. То же самое и с поэзией. Хвалишь автора за высокопарность слога. Когда кто-то побеждает в борцовской схватке. Борец положил кого-то на лопатки. Ты его хвалишь за его силу, за его умение. Кто-то красиво спел песню. Ты его хвалишь за голос, за то, как он мелодию выводит. Ты восхищаешься и хвалишь исполнителя за его качество, за его способности. Но их умения и способности имеют предел, они ограничены. Как ограничения в плане психики, так и в плане физики. Получается, ты их хвалишь за проявление их ограниченных качеств. А как насчет восхвалить Аллаха, Бога? Его качества и атрибуты совершенны, безграничны. В них нет изъянов. Они идеальны. Поэтому только Бог достоин поклонения. Из-за его сущности. Вы восхваляете людей, которые невластны помочь тебе в чем угодно. Потому что их возможности ограничены. Поэтому мы должны обильно восхвалять Бога. За то, что он таков. Совершенный. Идеальный. Его любовь совершенна. Его знания совершенна. Абсолютна. Его власть абсолютно. Она безгранична. Его мудрость абсолютно. Безо всяких изъянов и недостатков. Только он заслуживает, чтобы его премного восхваляли. Вот смотрите. Первая же глава Корана. Сура Аль-Фатиха. Или по-другому Мать Писания. Мать всего Корана. А весь Коран о чем? О том, что только Аллах достоин поклонения. И эта глава? Первая сура Корана. Сура Фатиха. Мать Писания. Включает в себя все это. Вот первый аят. Вся хвала, абсолютно вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Ты восхваляешь его и тем самым поклоняешься ему. Это ключ к поклонению. Бог заслуживает восхваления по факту того, какой он. Второй момент. Почему только Бог достоин поклонения? Потому что он Аль-Халик. Он наш Создатель. Вот вдумайтесь. Каждое мгновение нашего существования мы получаем нечто бесценное. Причем бесплатно. Мы получаем это просто так. Повторю. В каждое мгновение нашего существования мы получаем нечто бесценное. Абсолютно бесплатно. Что же это? Что мы получаем? Каждое мгновение своей жизни. И это бесценно, и ты это знаешь. Если бы тебе жить осталось 10 минут, и чтобы прожить еще 10 дней, нужно отдать все, что имеешь. Ты бы отдал все это. Вот такая бесценная жизнь. А мы не ценим ее, живем беспечно. А Аллах бесплатно дал нам жизнь. Мы с вами ничего не делали, чтобы заслужить этот бесценный дар. Мои мухи не создадим. Смотрите, мы получили от Бога бесценный дар, жизнь, ничего не сделав, чтобы его заслужить. И что мы чувствуем? Благодарность. Высшую благодарность. А вы уже знаете, что восхваление и высшая благодарность – это одна из форм поклонения. Вся хвала принадлежит одному лишь Господу всех миров. Не будь человеком, который получает тысячу фунтов каждый день, при этом не заслужив их. И через год даже тысячи фунтов не отблагодарит того, кто дал их. Третий и последний пункт. Почему? Только Аллах заслуживает поклонения. Ответ в самом Коране. Аллах говорит в Коране. Вы никогда – это аят Корана – вы никогда не сосчитаете милости вашего Господа. И это правда. Вот одна из тысяч милостей – сердце. Что оно делает? Бьется, качает. У нас сердцебиение. Если остановится сердцебиение, жить ты не сможешь. Мы же уже говорили, что жизнь бесценна. Вот попробуй. Сосчитать удары сердца. Сколько оно делает их? Это невозможно. А это только одна милость Аллаха. А их сколько? Ты даже одну милость Аллаха сосчитать не можешь. Удары сердца не сосчитаешь. Даже если будешь стараться, просто собьешься со счета. А когда спишь, вообще не можешь считать. Да и вообще в повседневных делах считать не можешь. А представь, если захочешь отблагодарить Аллаха за каждый удар сердца. Спасибо, Боже, спасибо, Боже. Аль-хамду лиллях, аль-хамду лиллях. Ну, попробуй. Это тоже будет невозможно. Ну вот, ты не можешь сосчитать даже одну милость. А представь, сколько их. Поэтому я говорю своей семье. Каждый удар сердца – это бонус. Если ты это осознаешь, придет душевный покой. Если даже одну милость сосчитать не можешь. И не можешь отблагодарить за каждый удар сердца. Значит, ты всегда должен находиться в состоянии благодарности. Восхваление Аллаха. А это поклонение. Много причин, почему только Бог достоин поклонения. Познание, любви, послушание. Эти причины я описываю в книге. В ней есть глава об этом. Но и этого ролика хватит, чтобы понять многое. Помни, ты всегда в состоянии поклонения. Ты лишь выбираешь объект поклонения. Пойми, что единственный, кто достоин поклонения – это Аллах, Бог. Спасибо, что прослушали. Продолжение следует...